Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней и мамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня! И хорошего настроения. Во время экспедиции «За дороги своя» с детьми смотрели кино, называется «Пеликан», которым захотелось поделиться и с вами, наши телезрители, и какие-то мысли, которые пришли по мотивам этого фильма. Сейчас мы живем во время военных действий, и ежедневно гибнут солдаты. Я думаю, что гибнут лучшие представители нашего народа, потому что в них сохранилось понятие о мужестве, о чести, о долге, о подвиге, в них, несмотря на всю сложность и тяжесть военной жизни, сохранилась и проявляется вот эта решимость пойти и жизнь свою положить. Это правда, это с точки зрения христианства, это вершина проявления любви. Нет больше той любви, кто жизнь свою полагает за други своя. И периодически возникает вопрос «А почему? А почему столько несправедливости? А почему столько крови?» Потому что есть такой закон «Плата за грех — есть смерть. Плата за грех — есть смерть. Если ты грешишь, это не значит, что это куда-то уходит в небытие, растворяется. Твой грех, выпущенный в мир, твое преступление закона Божьего, твое им пренебрежение, оно не исчезает никуда. Просто кто-то должен этот грех прикрыть собою. Плата за грех — есть смерть. Грех, любой грех, он приносит в этот мир смерть, энергию смерти. Вот в этом фильме эта тема очень деликатно показывается, что один грешит, грешит отчаянием, злобой. И вот для того, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, чтобы побудить к покаянию, должна была пролиться кровь невинного существа. Этот принцип, он был в жертвоприношении Ветхого Завета. Там было несколько жертв, но вот одна из жертв, называлась жертва за грех. Если человек грешил, грешил тяжко, грешил смертно. Закон говорил, ты должен умереть. Совершив грех, ты должен умереть. Чтобы восстановить вот этот баланс жизни, плата за грех — есть смерть. Но человек говорил, я не готов умирать. Да, я там оступился, я совершил преступление, но я не хочу умирать. Тогда вот эти последствия за грех должен был понести кто-то невинный. И закон говорил, что ты должен принести жертву, кровавую жертву, непорочного агнца однолетнего. А что такое однолетний агнец? Это же сельскохозяйственная страна, и в основном были скотоводы. Вот этот годовалый агнец, это овечка, которая до года, она живет, ну, как домашний питомец. Ты носишь ее на руках, ты ее кормишь с рук, ты чувствуешь его запах, он знает тебя, как близкого, он чувствует твое сердце. И вот когда происходит твой грех, ты этого домашнего питомца несешь на заклание. Как бы ты на него перелагаешь ответственность за свой грех. И дальше следующее священодействие. Священник, как исполнитель жертвоприношения, он заколает агнца, но у тебя на руках, и при этом читается специальная молитва, молитва к Богу, когда человек как от себя говорит, что «Господи, да, я согрешил, я понимаю, я не хочу умирать, я приношу тебе жертву». И вот здесь происходит вот это, ну, преображение, покаяние, исцеление души по замыслу Бога. Когда человек соприкасается со смертью дорогого, близкого существа, он понимает, что его вина в этом прямая. Он сам ушел от ответственности за свой грех, но эта кровь, которая на его руках, она будет ему все время напоминанием. Нельзя приступать к закону. И да, эти жертвоприношения, они уже в прошлом. Но вот этот сам принцип, что грех одного человека, он может быть смыт кровью другого, праведного, невинного, непорочного существа, он сохраняется. Грех первого человека для того, чтобы смыть с него и со всего человеческого рода, понадобилась жертвенная кровь, пролитая на кресте нашего Бога и Спасителя. Итак, солдатики, которые проливают кровь на фронте, они проливают, потому что мы с вами грешим, потому что мы не ставим запреты и заслон на пути к греху. И остановить кровопролитие можно только одним способом — перестать совершать грехи. Подумайте об этом и помогай нам всем, Господь! Господь и сил помилуй нас!